Этот впечатляющий самолет построен из пенополистирола, углеродного волокна и пробкового дерева, поэтому при размахе крыльев в 24 метра весит всего 51 килограмм, а после доработок стал легче еще на 6 килограмм. Однако даже при скромном весе самолета велосипедисту-летчику приходится попотеть, ведь для полета в крейсерском режиме требуется мощность около 400 ватт. Называется самолет «Лазарус МК-2». Построила его команда студентов из Великобритании, причем достаточно оперативно. Путь от проектирования до первого полета занял всего пару лет. Разумеется, самолет постепенно улучшали и даже свозили на мероприятие под названием «Кубок Икара». Будем надеяться, что велолетчик избежит судьбы героя древнегреческого мифа. Веломобиль? Автосипед? Давайте проще — автомобиль Ауди А4 АВА, но вместо привычных педалей — велосипедные. Придумал такое чудо-изобретатель из Саудовской Аравии. Название у техники говорящие — FitCar PPV. Не удивительно, ведь за полчаса катания на нем реально сжечь около 300 калорий. Рули коробкой передач, кстати, остаются актуальны. А поскольку педали можно крутить в нескольких режимах, то FitCar PPV отлично чувствует себя и на свободной дороге, и в пробках. Кстати, именно в пробке был придуман этот необычный транспорт. Осталось сделать версию, в которой можно будет переключаться с педалей на двигатель, и какой-нибудь автогигант наверняка заинтересуется. Гонки субмарин с педальным приводом. Звучит странно, однако это вполне официальные соревнования, которые проводятся в том числе на международном уровне, а среди спонсоров и организаторов частенько мелькают оборонные компании. Технологии у разработчиков педальных субмарин тоже вполне серьезные. Активно используется базальтовое и углеродное волокно. Один из рекордов скорости — 9,2 километра в час для одноместной модели. Эта команда тоже построила свою педальную субмарину и охотно делится некоторыми деталями. Называется субмарина «Калипсо» среди материалов стекловолокно и УФ «Смола», а трансмиссию регулярно апгрейдят, чтобы попробовать достичь той самой скорости в 9,2 километра в час. Увлекательная игрушка для детей и взрослых от 5 до 95 лет. Крутим педали и бульдозер, вдохновленный моделями Caterpillar, движется вперед или назад. А еще можно поднять или опустить отвал. На этом автор игрушки не остановился и позднее оснастил ее электромоторами и джойстиком управления от инвалидной коляски. В конечном итоге игрушка ушла с аукциона. Возможно, когда-нибудь ее покажут в шоу «Драндулеты на продажу», — пошутил автор. Многие любители велоспорта с приходом зимы отказываются от катания на улице. Но зачем такие жертвы, если во Франции разработали «Аросна» и «Трейс» — крутим педали как на велосипеде, едем как на снегоходе. Просто весело и не так уж тяжело, потому что этот транспорт оснащен электродвигателем на 250 Вт и аккумуляторами. И если райдер устанет, то сможет проехать 45 км, вообще не крутя педали. Грузоподъемность «Аросна» и «Трейс» — 120 кг, а вес вместе с аккумулятором всего 45 км. Приобрести это чудо предлагают за 8500 долларов. Mercedes-Benz SLS AMG — без преувеличения легенда автомобильной истории. Он побывал с сейфти-каром Формулы-1, заехал в компьютерные игры, а в 2009 году удивил публику такси-версий. На тот момент это была самая быстрая машина такси в мире, которая разгонялась до 317 км в час. Но зачем так спешить? Ведь прохожие не смогут оценить красоту авто, то ли дело вот этот SLS AMG. Он претендует на звание самого «медлендого» в мире и движется благодаря педалям. Построили такое транспортное средство в Польше, причем с должным вниманием. Сохранены даже двери конструкции крыло чайки. Крутить педали можно, как на катамаране, вдвоем. Интересно, достаточно ли широки местные велодорожки. Разнообразную педальную технику активно собирают и мастера-самодельщики. Как вам вот такая амфибия? Она называется «квадьяк», а пробовать ее изготовитель решил на маршруте Орегон-Флорида. Это около 4700 км с запада на восток США. Носовая и кормовая часть «квадьяк» вместили все необходимые припасы. За подзарядку гаджетов отвечали солнечные батареи. По словам конструктора, порой поездка напоминала постапокалиптический тур, поскольку ее часть пришлась на пандемию коронавируса. Один из отрезков маршрута прошел по Орегону, пострадавшему в 2018 году от сильнейших лесных пожаров. Но люди остались людьми и помогали на всем протяжении маршрута. А вот такой веломобиль уже можно купить примерно за 7000 долларов. Разработали его в Канаде, а называется он «Веломтек». Его идея заключается в совмещении компактности и пользы велосипеда с поездок на другом транспорте. Дело в том, что, согласно опросам, например, в соседних США, мало кто выбирает велосипед для поездок дальше, чем на 5 километров. Так что «Веломтек» ставит моторы мощностью до 750 Вт и аккумуляторы на 20 Ач. Поэтому в некоторых случаях на этом «Веломобиле» реально разогнаться и до 50 км в час. Плюс «Веломтек» актуален круглый год, так что с успехом замерят, например, вторую машину, уверены разработчики. На экране Трайк Климакс 2К. Это модель, известная по подобным велосипедам немецкой компании «Хазе Байкс». В числе преимуществ Климакс 2К немцы выделяют защиту от непогоды. Трайк получил складной верх, который устанавливается без инструментов, а в сложенном виде пакуется в компактную сумку. Также Климакс 2К — это электротрайк, но с хитринкой. Двигатель на 250 Вт помогает только на скорости до 32 км в час. Полного аккумулятора хватит на 50 км. Рекламируют Трайк как идеальный велосипед для защитника климата. А версия с указанными характеристиками обойдется в 7200 долларов. Эта лодка называется «Самсон». Как думаете, за счет чего она движется? Паруса? Мотор? Педали? А вот и нет. «Самсон» — грибное судно. Его построили по индивидуальному заказу опытного венгерского гребца. Идея звучала примерно так — уникальное быстрое и безопасное судно, позволяющее переосмыслить трансатлантическую греблю. В итоге получилась лодка длиной 13,4 метра. Ее вес — 650 кг. Одна из особенностей «Самсон» — самовыравнивание при опрокидывании, а бортовая электроника вроде навигационной системы модема и станции очистки воды питается от двух топливных элементов и фой. А этому шведскому велосипеду пророчили революцию в сфере перевозок. Шестиколесный красавец немного напоминает велорикшу. Проезжает до 75 километров на одной зарядке. Без проблем возит пассажиров и грузы. Разгоняется до 24 километров в час. А технически это апгрейд велосипеда «Велов Армадилла», который настолько хорош, что получил международную награду «Грузовой велосипед года». В общем, шестиколесный велосипед получился весьма интересным и дорогим. Стоит он примерно 20 тысяч долларов. Один из возможных рынков сбыта — Великобритания. Действительно, чем не дополнение к знаменитым лондонским кэпам. Знаете, что такое хэндбайк? Это велосипед, педали которого нужно крутить руками. Идеальный пример — Sport on Scorpion. Польский производитель описал этот хэндбайк всего тремя словами — скорость, легкость, аэродинамика. Логично, что такой транспорт рассчитан в первую очередь на соревнования, однако между ними хэндбайк вполне актуален и для обычного катания. В зависимости от размера и компоновки хэндбайк весит 12-14 килограмм, то есть примерно как недорогой горный велосипед. Для безопасности помимо основного тормоза предусмотрен аварийный. А для идеальных результатов на любой трассе производитель готов сделать спинку и некоторые другие элементы под заказ. Так что для уточнения цены требуется сделать запрос. Добро пожаловать в американский город Остин. Это столица штата Техас, так что достопримечательностей в городе полно. Отличный способ с ними ознакомиться — экскурсия на Hipside Peddler. Этот огромный велосипед вмещает до 15 человек, ну а педали крутят только 10, так что можно периодически меняться местами и не уставать. Провести Hipside Peddler точно по маршруту поможет опытный гид-водитель. Дополнительное веселье обеспечит встроенная в велосипед стереосистема. Экскурсия занимает 2-3 часа и включает в том числе бары и рестораны. Один билет на Hipside Peddler обойдется в 44 доллара. А вот такой веломобиль предлагает клиентам одна из французских компаний. Он актуален как никогда. Французские власти активно занимаются вопросами экологии и к 2040 году готовятся запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями по всей стране. Веломобиль называется Medipile Mobility и разработан он под доставку, потому выделяется грузоподъемностью в 300 кг и запасом хода в 250 км. Для лучшей автономности в веломобиль поставили солнечную батарею, да и скорость обещает неплохую, до 45 км в час. Поставки Medipile Mobility начнутся уже в следующем году. Приобрести веломобиль можно будет за 12 700 долларов. Первая в своем роде горка в США, пишут разработчики Railrunner Smoky Mountain и предлагает спуск длиной 488 метров с перепадами высоты до 121 метра. Неудивительно, что при таких характеристиках скорость спуска кое-где достигает 40 км в час, так что и пускают на горку далеко не всех. Есть ограничения по возрасту, росту, весу, заболеваниям и даже одежде, плюс придется заплатить 15 или 19 долларов за билеты. Зато пассажиров Railrunner Smoky Mountain ждут не только острые ощущения от спуска, ведь в конце маршрута подъем с красивейшими видами. Субтитры подогнал «Симон»!